Долгожданный Бакунинский мост стремительно приобретает очертания целостного объекта. Сейчас строители работают над установкой ограждений с оружием подпорных стен по правому берегу. Вся основные конструкции смонтированы. Принято решение о будущей подсветке. Вешали светильники, приходили в ночное время, смотрели глазами. А светильники какие вы собираетесь использовать? Светильники неоновые, но энергосберегающие. Вот такого синего цвета. Было разное предложение, было и красного, и белого, но остановились вот на таком вот виде. Все остальное здесь опоры освещения будут. Передильные ограждения у нас нержавеющие стали. Возведение объекта идет с опережением намеченных сроков, однако есть сложности. В частности, с расширением проездов под железнодорожными путями после съезда с моста. Если этого не сделать, могут возникнуть серьезные заторы. Изначально при проектировке и выработке решений были совершены ошибки и не был применен комплексный подход. Да, это ошибки, которые надо признавать. Насколько я представляю по этапности решение этого вопроса, это проектно-смертная документация, экспертиза, соответственно. И потом решить вопрос с РЖД по возможности, потому что без РЖД мы здесь ничего точно не сделаем. И дальше надо посмотреть, как войти в какую-то федеральную историю. Вот мы в федеральную программу входим. В ближайшее время будет принято решение о том, как в кратчайшие сроки расширить проезды. Пока же работы с опережением графика идут и еще на одном крупном объекте на улице 40 лет октября. Ее реконструкция идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строители продолжают установку оснований под путепровод через железнодорожные пути. Самое главное, что мы все-таки хорошо вписались в национальные проекты. И я хочу сказать огромное спасибо президенту и правительству за то, что пошли на выделение таких огромных средств. Помощь колоссальная. 4 миллиарда того, что вкладывается, с учетом того, что федеральный бюджет берет на себя 93% всех вложений. То есть это огромная, огромная, огромная помощь нашему региону. На объекте одновременно ведутся работы по второму и третьему этапу. Олег Мельниченко нацелил как минимум строго соблюдать, а как максимум продолжать опережать график реконструкции дороги.